В этом видео поговорим о том, что Украина планирует создать проблемы американским газовым компаниям. Украинское руководство на фоне сокращения западной финансовой помощи решило прибегнуть к газовому шантажу. Если указанный инструмент применялся ранее киевским руководством для продавливания «Газпрома» по условиям заключения газовых сделок, то теперь с его помощью в Киеве решили надавить на американских партнеров. С начала российской спецоперации «Нафтогаз Украины» в рамках борьбы по сокращению российских сырьевых доходов на две трети сократил транзит нашего газа европейским потребителям, поставив немецкие энергоемкие предприятия на грань выживания. Как позднее выяснилось, далеко не всем из них удалось выжить в условиях резкого роста затрат на получение американского топлива. Киевский режим также неоднократно заявлял о том, что он не намерен продлевать транзитный договор с «Газпромом», по которому газ сейчас получают европейские потребители. Указанный договор должен прекратить свое действие 31 декабря этого года. Это означало, что европейские потребители в 2025 году недополучили бы 15 млрд кубов дешевого российского трубопроводного газа, цена на который привязана к нефтяным котировкам. И вот на этой неделе глава украинского правительства Денис Шмагаль заявил о том, что украинские власти готовы продлить транзитный договор с «Газпромом». Указанное заявление не стало неожиданным с учетом текущего бедственного состояния украинской экономики. На транзите российского газа на автогаз Украины сейчас зарабатывает свыше 1 млрд долларов в год, а может зарабатывать свыше 3 млрд. В случае восстановления транзита топлива, согласно плановых объемов. По словам Шмагаля, Украина готова продолжить транзит российского газа в Европу в тех объемах, которые необходим европейским странам с учетом их энергетических потребностей. А еще Украина готова стать поставщиком газа для ЕС. Шмагаль пообещал, что уже в следующем году Украина ввиду резкого сокращения потребления голубого топлива станет энергонезависимой и сможет свои излишки газа поставлять в Европу. Ничто не мешает Украине и поставлять странам Европы российский газ под видом украинского. Указанное заявление, вероятно, адресовано американской администрации, решившей временно отказаться от финансовой поддержки Украины. Украинское руководство в ответ дает понять, что оно готово создать трудности в Европе американским поставщикам жиженного газа. Очевидно, что восстановление транзитных поставок в Европу российского газа через территорию Украины может снизить интерес в Европе к получению американского голубого топлива.